За первым избирательным участком закреплено более 2000 избирателей. Третий из них это студенты Белорусского государственного университета физической культуры. Большая их часть свой выбор сделали еще в дни досрочного голосования. Но сегодня основной день выборов, поэтому наблюдается повышенная активность. Очень много наблюдателей, избирателей, а также белорусской и зарубежной пресс. Это связано с тем, что сегодня здесь проголосует действующий президент. Здравствуйте, уважаемый Александр Григорьевич. Добрый день. Рады приветствовать вас в нашем университете Белорусского государственного университета физической культуры. Интерес к приезду президента проявили более ста журналистов. Большинство из них зарубежные. Вместе с наблюдателями их здесь человек 20 с трудом поместились на участке. После голосования Александр Лукашенко подошел к журналистам и охотно ответил на все их вопросы. Вы знаете, я оцениваю и расцениваю подобные заявления точно так, как все, все абсолютно вы, в том числе иностранные журналисты. Выборы, когда состоятся, тогда можно делать какие-то выводы. Выборы еще идут. Будут они фальсифицированы, не будут фальсифицированы. Есть соответствующие комиссии, органы, которые дадут оценку этому. Ну а коль политики, которые идут на выборы априори за полгода уже говорили, что будут выборы сфальсифицированы, значит они просто не готовы к этим выборам и чувствуют, что скорее всего не проиграют на этих выборах. Вот как я могу только расценить подобные заявления. Политик даже, если он по-настоящему пришел в политику, и если он борется за пост или за депутатское кресло, он всегда даже чувствуя, что он проигрывает, он все равно уверенно будет говорить, что я выигрываю, я буду побеждать. И ни о каких фальсификациях речи быть не может. Раз идут заявления о фальсификациях, а вы знаете, что уже полгода, я уверен, что они давно себя обрекли на соответствующую роль. Среди моих альтернативных кандидатов есть и немного, но нормальных людей, меняемых со своей позиции, своей точки зрения. Я уже это оценил, если вы следите за предвыборной кампанией, при том в прямом эфире и публично. И должен вам сказать, после этого заявления я немножко пожалел, потому что этот альтернативный кандидат по рейтингу вышел на второе место. Вот. И таких... Что? Вам наши журналисты расскажут, я вижу, вы вообще не владеете обстановкой по Беларуси. Вот. Поэтому я еще раз подчеркиваю, я готов сотрудничать с кем угодно, с оппозицией, не оппозицией, но с людьми, которые хотят жить в своей стране, обеспечить ее независимость, и которые хотят, чтобы наша страна была красивой и спокойной. Так, как я этого хочу. Тихой, красивой, спокойной, чтобы норвежцы к нам приезжали и смотрели на нас и думали, так это неплохая страна, с ней надо сотрудничать, сюда надо проезжать. Может быть и отдыхать. Не только кататься на лыжах, там еще, в хоккей играть, в футбол. Кстати, молодцы, уже в футбол начали играть. Вот. Поэтому мы с большим удовольствием. Мы с вами, с оппозицией, с кем угодно. Но цель одна. Благосостояние народа и стабильность в нашем государстве. Поэтому можете эту кальку наложить на все заявления альтернативщиков, и вы увидите, с кем я буду разговаривать, а с кем нет. За кого я голосовал? Мне сынишка сказал, что ты, папа, не говори. За кого мы голосовали? У нас тайное голосование. Поэтому не скажу, я пообещал не говорить. Завтра скажу. Зачем же опять рейтинг поднимать? Интересовались журналисты и у президента ходом избирательной кампании, агитационным периодом, теледебатами с участием альтернативных кандидатов, а также реакцией на призыв некоторых политиков выйти сегодня на Октябрьскую площадь. Что ждет сторонников акции? Читайте наши законы. Все будет абсолютно по закону. И безопасность тоже самая. Не переживайте. Никого сегодня на площади не будет. Журналисты из Европы спросили о будущем в отношениях Беларуси с Евросоюзом, Россией, странами СНГ, а также Соединенными Штатами Америки после выборов. Лукашенко отметил, что независимо от результатов голосования, это не помешает странам продолжать начатую не первый год политику дружественных, добрососедских и партнерских отношений. И выразил надежду, что после выборов эти связи только окрепнут. Еще один вопрос. Как Александр Лукашенко в случае своей победы собирается ее отпраздновать? Вы считаете, что я уже победил? Спасибо. Если кто-то считает, что выборами все заканчивается, тот просто плохо разбирается в политике, ничего вообще не понимает в жизни государства. Выборами жизнь у президентов только начинается. Поэтому, если все будет благополучно, как вы сказали, значит, с завтрашнего дня мне предстоит думать о будущем, а не праздновать победу. У нас прекрасный народ. Мой белорусский народ. Если мне трудно, я еду к ним. И многие решения, которые я принимал за последние годы, многие политологи, вот я смотрел, спорят. Где, как Лукашенко их принимал и так далее. Там, в гуще, в чашке белорусского народа. Там я видел многие решения. И я их формализовал. И то, что сделано, это не мною сделано. Это сделано белорусским народом. Если бы я не ощущал этой поддержки, а критерию почувствовать, согласитесь, много вы как журналисты знаете. Если бы я ее не ощущал, я не стал бы кандидатом в президенты. И сегодня же на участке глава государства пообщался с международными наблюдателями. В частности, с депутатом германского бундестага Йоргом Шинбергом, который наблюдает за выборами в нашей стране с 2002 года. Он отметил, что в этот раз избирательная кампания проходит демократично. Я посещаю вашу страну, начиная с 2002 года. Я должен сказать, что с тех пор очень многие вещи изменяются в положительном направлении. Когда я побывал в Беларуси в первый раз, то я почувствовал, что атмосфера была очень напряженной. Сейчас я вижу, что атмосфера очень расслабленная, люди общаются между собой. Все выглядит абсолютно так же, как оно выглядит у нас. Кстати, наблюдатель из Германии приехал не с пустыми руками и привез модели немецкого картофельно-уборочного комбайна. Саму машину активно покупают белорусские аграрии, тем самым обеспечивают рабочие места европейским производителям. Вы первый иностранец, который сказал, что благодаря сотрудничеству с Белоруссией ваши люди имеют работу. Вот это для меня дороже всего. Это дорогого стоит ваше заявление. А что касается комбайна, мы у вас много их покупаем. Но будем покупать комбайны картофельно-уборочные, произведенные на совместном предприятии в Беларуси. Поэтому подумайте. Скажи, Данке что? На первом избирательном участке сегодня также работал и экзит-пулы. Однако на вопрос социолога, за какого кандидата отдал свой голос президент, Александр Лукашенко пообещал, что расскажет об этом завтра. Уже покидая участок, президент пообщался с избирателями, а также с некоторыми журналистами, которые не успели задать ему свой вопрос. Если там дверь закрыта, мы идем в открытую дверь. А вы чувствуете, что дверь закрыта по отношению к северным странам, Норвегии, Швеции? Нет, нет. Мы сами там мало работали. Мы сами там мало работали. А эти страны, кстати, мы с Финляндией очень сильно начали работать, немножко со Швецией, но меньше с Норвегией. Но этот вектор обязательно будет усилен, потому что там страны похожие на нас. Около часа президент провел на участке. Несмотря на это, работа шла в обычном режиме. Все желающие могли абсолютно свободно проголосовать вместе с президентом. И практически каждый, кто пришел сегодня сделать свой выбор, верит, что он будет правильным. Я верю, что с каждым годом все-таки наша жизнь будет улучшаться. Смотря какими глазами мы смотрим. И принимаем ли мы участие в этом. Марина Зимофеева, Александр Бусько, Сергей Вяль, Александр Зонов. Наши новости ОНТ.